Всем привет, ребят! Решил я, короче, покататься на 72 очки Ашны и осознал, что это худший танк боевого рейтинга 9.3. Живучесть в канаве, опускается пушка ужасно, назад танк не едет, да на самом деле проще назвать то, что здесь есть нормального. Это скорость по прямой в разгоне, это баллистика приятная, ну и автомат заряжания, хотя опять же это не совсем плюс, тут есть как бы и моменты негативные. Так вот, покатался на этом танчике, сейчас презентую вам как это было, ну а с вас лайк, подписка и конечно же активность под видео, если хотите, чтобы я еще пострадал на других модификациях 72-ки в игре War Thunder. Вот, я не знаю уже на каких снарядах играть, они все ужасные, просто все кусок дерьма. Этот танк, вот, после вкуса игры на нем, это, получается, тебя в чан с говном упустили. Я буду его вспоминать еще несколько дней, этот геймплей, это, ну реально, просто ужасно. Самое интересное, что есть говноеды, ну и будут говноеды под этим видео, которые будут говорить. Блин, танк охеренный, надо было стоять весь бой на респе, вот тогда бы, тебе бы он понравился. Не, чуваки, хороший танк, ОБТ, конкретно ОБТ, основной боевой танк, как бы в этом и фишка должна быть таких машин. Ну, это универсальность, то есть они должны уметь стоять, ехать, продвигаться. Почему там какой-то кейлер может ехать вперед, назад, стоять, кушать? Там, не знаю, ХМ-ка может это тоже делать, а этот танк нищий. Потому что он дерьмо. Что он не на своем месте, не на своем боевом рейтинге. Его забалансили по пробитию и так далее. Не потому, что он реально может или не может. Очень хочется играть агрессивно на этих рангах. Стабилизатор, скорость, но... Урон, живучесть и задний ход не дает тебе этого делать. Кто-то еще и заикнется, я уверен, будут такие за то, что тут есть броня. Но я не знаю, я не заметил ее. Танканул я пару раз, но в этой игре можно танкануть чем угодно. Можно на захламе играть и танковать ламы. Проверено, кстати. Это не шутка, это реальность. Танкование. На захламе ламок. Критикал хейт. Надо бы убить вот этого товарища. Он там не светил ничего, не мешал нам. В лесу какая-то стоит. Меркава. Меркава мне постоянно какая-то проблема на этих рангах. Они очень хорошо живут. Аномально. Я бы так сказал, живут. Легкие летят. А танков я не вижу. Если их поперебивали, сейчас они будут резаться. Давай я пойду в лес. Может, даже встречу правую респу. Что-то у них еще много нульвиков. А это гора. Наверху сидят. Вряд ли они ушли направо сильно как-то. Сомневаюсь. Правый респ. Зенитка может быть такое. Слева дали тюлей. И такой чел думает, блин. Пойду-ка в другую сторону. Вот, например, как этот молодой. А урона нет. Урод просто пропал. Урона нет, чуваки. Вот что? И что я сделал тебе, игра? Что нет урода. Сколько мне надо по нему стрелять? Чтобы добиться хоть какого-то адекватного сносного дамага. И это ж не какой-то танк хороший. Это магах, блин. Магах имеет... Какое преимущество по количеству впитанного урона над этим... Т-72. Катастрофа. Это ужасно. Это грустно. Это печально. Так. Не расслабляемся на гору. Обращаем. Что там? Внимание. Кто там? Что? Где? Тут автопушка работает. Стреляет. Стреляет. Кто тут шеброшит? Ешина. Справа, что ли, обходит? Ну, я не буду по лице стрелять по этому. Вот откуда? Откуда? Ну, как? Где ты стоишь, чел? А он тут стоит вот возле наших. А наши такие... Ну, знаете, мы ехать вперед не хотим. Вот мы лучше постоим. Давай еще раз, пресность. Будем стоять. Вы чего? Да, иксэмка там живая. Меркава стояла на горе. Иксэмка не ясно, как пойдет. Чуваки ушли в штурмовку. Это мы поняли. Сэмка где-то тут стоит. Крысит. Это тоже понятно. Нулевики вон там. Устроили тайную вечерю там. Тайное стояние, скорее. Вон он спускается вниз. Подловить бы его. Есть кабанчик. Подрезали. Пальканы не ясно, что по эксэмке. Ну, вроде как там держится синяк. Давай я дальше поеду на высоту. Нормально. Синяк на месяц. Главное, чтобы не штурмели сейчас. Всякие. А они будут. По звуку спереди как-нибудь. А вот. Дерьмо какое-то. Ну и зачем ты подсосал? Так. Впереди. Танк. Стоит и дрочит. Вот он. Впереди. Маякую как могу. Прям вот почти идеально сделал. Маркер. Самолет отвлек. Хорош. Ну как так можно играть пассивно? Вы че? Это же незаконно. Это неинтересно. Фулл команда на самолетах. Хорошо. По зенитке я понял. Слева зенитка. Что здесь-то? Зенитка будет объезжать. Из нитка очень близко. Но там я подсвечусь. С той стороны. Вертолеты всякие. Зеня тут поджалась. И стоит. Вертолеты сбили. Ну не сбили, а отогнали. Отлично урон. О. Похоже, все-таки я нормально попал. Иди, зеня. Иди за ней, не идти. Просто это как назло. Реснешься. И как раз появится танк в инволе. Без бомбы же. Вряд ли там есть. Какая-то вменяемая бомба. Ладно, давай. Очки сгораются. Везение посмотрим. Вот прикинь, урод. Просто взял и выпрыгнул. Я ненавижу. Это самые худшие игроки. Ну типа ты все равно рестлинцы. Ты все равно заплатишь за ремонт. Ну дай кому-то фраг. Ну не будь ты быдлом. Мудаком. Нет, он выпрыгнет. Зачем? Ну вот представь, каждый твой фраг будет выпрыгивать. Вот ты только целишься, только подъезжаешь. 100% убьешь. И он выпрыгивает. Нужно делиться, так скажем, экономикой игры. Друг с другом. Поиграл? Ну, прими это. Нет, я буду прыгать. И не заслужили. Заслужили. Я второй раз даже резнулся как бы. За вами поехал. Стоячими типами на горе. Вот это вы там напрягались, стоя вверху на Меркавах в топе. Ну, то, что не списка, я не удивлен. В принципе, тут и так все ясно. Мост закрыт. Не проехать, борт умрешь. Еще и солнце, скорее всего, будет такое, что он перекрывает все. Коробочка. Один шанс. Коробочка. Можно, конечно, поехать вот так прям. Очень глубоко. Но не уверен, что там будет позволять сама 72-ка так играть. Можно, конечно, попробовать. В принципе, не списка. Раз таки дистанционные надо играть. Ну, там Меркавы, США. Я не особо-то их и пробиваю. А назад я отъезжать не буду. Поэтому давай лучше коробку. Пусть будет коробка. Сюда арту. Что произойдет? Я уеду туда? Да, куда-то. Ну, дам плюху по типу. Сломаю его. Надо добивать. Его тиммейты поймут, где. Или даже он может стрелять. Ретардов мост не уйзайте, ребят. Это смерть. Просто вас там порвут. Не надо так играть. Лучше в коробку ехайте, ребят. Гатам агрессивные. Молодые люди. Кто насобирались. О, ошибочка. Ошибка, которая забрала у кого-то жизнь. Конечно, кто-то пушил. Да, здесь кто-то есть, но пушить не факт, что он будет. Поэтому так и быть. Бэхо агрессивная очень. Мне это нравится. Агрессивный бэмп, геймплей. Жабу убить. Да ну. Ну, все не могло быть настолько хорошо. Чекаешь один, ну уж выезжаешь. Там уже брдля. Давай еще раз. Выйду так и будет вроде как там. Даже что-то может интересное. Потому что вертушка не забрала. Давай сюда арту. Хит. Хит. Два раза попал по вертолету. Держу вас в курсе. Один раз с пушки в хвост. И ничего. Вообще плевать. Может настроим вертолеты? Угу. У них дамаг модель. Помните я как-то делал тест? Дамаг модели вертолета. Стрелял пулеметом и хвост отвалил. Стрелял там, не знаю, по кабине вертолета, а хвост отпадал сзади. Стреляешь спереди, дамажит сзади. Так вот. Похоже за три года они ничего не сделали. Даже наоборот ухудшили все это. Вот это проблема. Вот этот самолет. Это управляемые бомбы. Это смерть. Давай, давай, давай. Поехали. Нельзя отдать им инициативу в руки. Нельзя их пустить на точку. Это наши едут. Нормально. Не верю, что он выйдет. Благо, никто еще не стоит. В принципе, мне не надо никуда пушить. Мне надо просто встать и закрывать проезд всех ребят, жаждущих точки Б. Вижу мяркаву. Хе-хе-хе. Е-бой. Артиллерий струйк пошел. Нас в коробке, чел. Опять же, мне особо не надо спешить. Потому что точка Б у нас. А мой танк особо не про какие-то пуши, агрессию. Проще подождать, пока этот... Молодой все-таки осмелится что-то делать. Но он не будет этого делать, потому что он секун. Артат, давай попади. Он просто стоит. Ну, очки наши, но как бы... Вам придется ехать, ребят. Хотите вы этого или нет? Тебе придется выехать. К нему девяностик заехал. Достоялся, дурак. Девяностик его душит. Давай поможем. Что непонятно. Может, девяностик проблема. Похоже на то. Девяностик, как там у тебя? Их еще много. Даже нулевики есть. Даже нулевики есть. То есть, и пы с точки С не выезжали. Вот они сейчас будут ехать. Только надумал. Казеночка-то отлетела. Тебя, дорогушек. Давай поддавим. Вот это не совсем понимаю. По меркови, почему такой урон поганый идет. Это не за мной? Может, и за мной. Нулевик, еще один. Еще один игрок, ни разу не умиравший. Как технически возможно? Может, к точке С подъезжаем. Он все это время тут прячется где-то. А, вот же он. Ну, на самом деле, ты спокойно мог заехать на С. И раздать нам. Смотри, до конца ехать не буду. Опять же, задний ход дерьма. Возможно, будут повторные респы. Я буду ехать куда более логичное место. Где они как раз-таки должны быть. Это проезд на Б. Да, выше шансов, что противник поедет. Ну, чуть привыкаю. Чуть разыгрываюсь, конечно, на этом дерьме. Но это тотальная срака, а не танк. И, Настик хочет точку захватить. А Шота убили. Ну, тут, похоже, остались только те, кто на самолетиках летал. Мне бы чисто на респе стоит ждать свою участь в красной зоне. Девяностик показывает. Девяностик, я верю. Он выглядит более чем меняемым. Меркава. Ее грохнул. Че? АВшка? Понял. Вертолет. И, похоже, здесь фрагов больше не будет. Бой выигран. Мы с Девяностиком, вот, по сути, выиграли эту катку. Типов было все. Они отбились от нашего, скажем так, налета вначале, от давления. Им надо было просто, ну, например, какому-то лавадез залететь на точку Б, взять ее и Меркава там стояла. Она могла бы прикрывать заезд наших. Но они предпочли ждать. И состояние, вечное состояние приводит даже при каком-то преимуществе к поражению. Тридцать восьмая Папарель. Начиная тридцать восьмая Папарель. Сука. Шо, шо мне предлагаете? На Ньюкеп сразу вылетел. Будь такая возможность. Я бы эту карту просто сжег бы. Ядерный пепел обратил. Лишь бы она не выпадала нам. Что, прострелы с респа на респа что ли? Шо делать? Шо делать? Чем тут заниматься в этой карте? Опачки. Урон-то неплохой. Да ну гад, ну как же ж ты блин, удачно. А шо ты хотел, чувак? А шо мне делать? Я доверял тебе? Может быть и остался. Но ты ж не убил его. Это твоя цель. Ты по нему стрелял. И твой чел меня выбил. А не мой. Мой стоит там еще наверное ремонтируется. Что мне было делать на этом танке? Назад не откачу. Тоже турмоз получил по лицу. Супер АМХ проскочил. Боюсь ехать. Ну блин, мир теплаков хороших танков. Вот как вот там стоит танк например. Как его видеть? Дайте какую-то медаль 16 килограммовую тому, кто ночные бои выдумал. Пусть он пожалеешь. Вон всегда помните была такая медаль за пьянство в Российской империи что-то подобное выдать. Человек который занимается картами рикошет мать его. Кайлер ушел на перекур к точке С. У них похоже двое. По звуку чисто. Попытка номер два сломать ствол. Вау, ура. Справа летело что-то. И он Кайлер. Рикошет куда? Как это произошло та сука? Эта игра она не перестает меня удивлять. Вот куда рикошет? Во что? Внутрь рикошет? Заблудился в МТО снаряд или как? Ну что это такое? Кто настраивал урон 72 кто настраивал эти снаряды? Почему все так плохо? Мне кажется их и не настраивали. Кажется это было так спонтанным решением просто дать ненастроенный снаряд. Там конфиг снаряда он тупо пустой. Там ничего нет. Там нету значений урона. просто пустой блокнот. Наш союзник молодец он с ретом поджался. Давай тут поставим. Может ему помощь нужна будет. Хотя не уверен такая карта что все по идее выпрыгивает просто сразу когда оказались поверженными. Некоторые жалуются что игроки в один респ катают. А как нам катать? Карта дерьма. Простите но как есть. Ночная карта дерьма. тебе говорят слышь а не хочешь второй раз выехать? Аттракцион то неплохой. да нет. Что то аттракцион не очень радостный и веселый. Гэск стоял. Еще нулевик один. Скорее все на горе там. я кидаю арту еще одна битля. Слева как будто бы враг. Но они в любом случае только тут и остались. Слева. Я бы поддавливал уже потому что скучно. Неполный ночной бой. Что может быть круче? последний чел остался на А. А еще и там реснелс мне угадали. С респами к сожалению. так есть у меня спереди отлично. Хоть чем-то буду заниматься. Буду выманивать зенитку. это зенитка. чё я хай. Там на чувака смотрите как ловушка ловушка синяков. Синяки напали. Упал каши за Балтику. Додраться отдай Балтик сука. С заберут там некому останавливать. Возможно даже двое. по звуку как будто бы двое. Ха-ха. Кек. Рофлер. И вот так. и точку С возможно даже заберут. Просто прочитал что ты реснешься ещё раз. Давай тут арту так. Для красоты. И снова наш уголок. Ну шо? Ой Птур прилетел. Ой лицо тоже полетело куда-то туда. Шо думал на зенитке не получилось ты напоми меня выиграешь. Лоб лоб так не работает дядь. Пума это фланговая машина. Слишком слабый пробой чтобы он снова арест остался. Представляешь насколько он зол на меня. Пока.